всем привет с вами зонг представляю ваше внимание мой любимый прем танчик на данный момент 112 в данном видео хочу показать как он себя ведет в настоящем песке это вы можете видеть из состава команд а в таком песке он нагибает дико если конечно вы не будете на нем играть в стиле я гриша им не все можно как я сейчас вам продемонстрирую отключите мозг начнете играть с китайской хитростью и тогда результаты вас удивят и так я еду как ст раз позволяет получаю фугас отцу вижу что на их базе стоит взвод от и седьмых а тыс и очень бронированный о как видите благодаря свои мигалки пробиваются даже не голдой справа замечают и 150 танк на два уровня ниже меня принципе не не сильный соперник я была заряжена голда пошли стрелять головы и даже не голдой было скорее всего пробил тем не менее не отдаю им шанса себя пробить в л.д. 112 пробить могут только пт 10 урона и то наверное и все и не всегда орудия 112 требует длительной сводки в такие маленькие цели и чтобы цель стояла а тыс 7 думает что их никто не пробьет и не выцелит и наказываются хорошей альфа до восьмого уровня старая добрая д-25 т дает огоньку я уже выпускал несколько видео по 112 его особенности хорошо известны в данный момент я еду поджимаюсь свечу наверное не стоило этого делать ничего путного из этого не получилось сейчас бы мог нанести дамаг если цель начинает двигаться попасть в уязвимое место становится очень сложно у меня стреляет деви пантера у меня как обычно работает такой штраф к плюс 100 очков привлечения коричневых танков противника к своей персоне и это пантера будет стрелять по мне весь бой пока ее не отправит нахрен в ангар что поделать я вот опять пытаюсь выцелить но цель движется и не получается тем временем я наблюдаю мини карту смотрю что наш левый фланг берег полностью свободен наши давят правого фланга я вижу что надо бы его прикрыть замечались а третьего который встречает одинокий ат-7 должно быть это была ошибка ехать вот так потому что я засветился и простреливался с их базы за что в общем то и буду сейчас расстрелить затылок я думал что дома будут мешать не попадать но не менее пробиваю веса не настреливают сзади и меня пробивает замечу скажу вперед что это единственный раз когда есть меня пробьем если грамотно использовать лобовую броню ваши одноклассники тяжи восьмого уровня вас не пробуют веса третьего крепкого чтобы вы не думали например с моей пушки без голды пробить в лоб веса можно только в крышу башни а это очень тяжело и нужно выцелить поэтому чтобы стрелять и сам нужно включать голду вот так опять падает где-то чемодан арты другие танки противника прошли по берегу уже поднялись в нашу базу некоторые из наших танков вернулись и их там встречают а я решаю зайти им сзади у меня остается 96 кп благодаря вот этим всем пикировкам и включается следующий перк встречаю к 85 он же класс бывший вылетает неплохая альфа в принципе больше среднего так вот после того как прочности моего танка снижается до всех низких значений у меня включается особенный перк защитное поле этот перк нельзя прокачать как-то ускоренно он появляется у игроков где-то после 20 тысячи боев включается рандомно может включаться на картонных танках но этот перк двусловно присутствует заключается он в том что когда ваша прочность падает у вас появляется защитное поле вокруг вашего танка которые не могут проникнуть никакие снаряды врага кто поддерживает это защитное поле и непонятно я еще недостаточно конкретно изучил природу этого перка этого феномена но у меня есть теории что мощность поля зависит от мощности работы мозга которая подпитывает его и чем мозг работает сильнее тем сильнее защитное поле тем временем это был четвертый фражик прочность 96 видим что наш раш по правому флангу тоже закончился неудачно и по сути мы вернулись в те же условия что и были только у нас еще жива арта а их арту все таки наши союзники смогли отправить в авгар если бы они этого не сделали скорее всего мое защитное поле не выдержало бы такого несправедливости довольно удачливый счет по 44 на ход да еще с таким сведением добавляет не 5 фран впереди засвечивается ИС его силойт едва виден и я очень тщательно прицеливаюсь еще бы ведь на карту поставлен воин который добывается их остается 3 ПТ 2 из которых возводят те самые АТ-7 ИСУ которая уходит в авгар и того у нас 5 танков у них всего 2 ну объективно говоря наши 5 танков можно считать как 3 танка 3-4-85 и БДР все таки не сильно много опасности представляют собой для этих ПТшек они тем более во взводе так что опасность для них мы представляет лишь я шотный и 34 я решаю объехать с другой стороны скорость 112 это позволяет сделать заряжаю гауду потому что цели твердые а права на ошибку и промах у меня уже нет кто его знает вдруг они еще затащат здесь появляется спиной ко мне АТ-7 вылетает чуть чуть ниже среднего урона они уничтожают наш Т-4-85 АТ-7 разворачивается ко мне лбом но мигалка то у них остается мы получим ее выцелить отправляем в ангар одного идеальная позиция для 112 враг выше вас вы ниже его и вам нужно стрелять не вниз а вверх здесь также выцеливается мигалка у меня торчит башня но башню 112 АТ-7 не пробьет даже голдой скорее всего я пробиваю пробивает 34 и здесь бы мне вот все условия шот для меня вода заряжена но и залетела не получилось и 34 добирает а я стою всего лишь с какими-то 7 фрагами я не ожидал что за этот бой получу мастера кипу всяких медалек тем более не ожидал что набьешь целых 5200 почти 300 урона даже если кинуло в песок результат неплохой и опыт получился рекордный на этом танке всего 6200 покупайте 112 фармите нагибайте